А чё и буду курить? Если на то пошло, давай, расскажи всё Ольге Дмитриевне. Мне по-е- Всем привет! Вы на канале Девплей, и сегодня мы будем продолжать проходить историю одного неудачника. Не забываем пошлёпать мой лайк, написать комментарий, минимум из пяти хороших слов для поддержки этого видео. Не забываем подписаться на мою телегу и вступить в мой дискорд. Ссылки в описании под видео. Ну и погнали! Ты дочитала? Нет, только пару абзацев успела прочесть, но начало мне понравилось. А что там дальше? Я торопливо убрал письмо в какую-то книгу и закрыл её. Да так. На самом деле, об одном и том же ничего интересного. Предлагаю оставить это письмо здесь же. Вдруг его ещё кто-нибудь когда-то найдёт. Всё, мы эта отличная мысль так и сделаем. Ну что, может к уборке приступим? Я отряхнул книгу от пыли и положил её на стол подальше от слави. В процессе уборки она вернётся на прежнее место. И о ней все забудут, все, но не я. У меня было полно вопросов, первым из которых было то, кем был автор письма. И насколько давним оно было. И главное, приезжал ли он в этот лагерь на автобусе или попал в этот лагерь так же, как и я. Точно. О, ты принёс новую воду, отлично. Давай тогда приступать. Давай тогда один будет выгружать книги и мыть полки, а другой принимать книги, у второго протирать их и подавать обратно. Если захочешь, потом поменяемся. Давай так. Согласился я, вспомнил, что видел стремянку в небольшой кладовой, которую я сперва ошибочно принял за уборную. Заглянув не в ту дверь, я быстро сбегал за стремянкой, поставил её. И проверив надёжность конструкции на себе, пригласил Славю подняться. И все мы знаем зачем. Я не сильно боялся высоты, но, зная свою неудачливость, предпочёл принять все меры предосторожности. Ну да, ну да. Больше пиздишь, легче дышишь. Как депутат. Если Славя будет сверху, то я при любом раскладе не смогу упасть на неё со стремянкой. Когда девушка взошла на несколько ступеней, поравнявшиеся с самой верхней полкой, я посмотрел вверх, и мой внутренний извращенец восторжествовал. Впрочем, из уважения к пионерке, я старался не смотреть под её юбку, но иногда всё же приходилось поднимать взгляд. Когда Славя просила промочить тряпку, передавала мне книги, или просила принести их обратно. Так мы и делали, перемещаясь от шкафа к шкафам. Время текло незаметно, ведь в процессе уборки Славя развлекала меня самыми разными историями. Я даже как-то забыл о прочтённом письме. Продолжая утреннюю историю о беге, Славя поведала мне, что до сих пор живёт и с семьёй в деревенском домике. Семья у неё, к слову, как я и думал, была большой. Помимо родителей и бабушек, и дедушек, у Славя был старший брат и младшая сестра. А вдобавок к ним куча двоюродной и троюродной родни, часть из которой проживала в той же деревне. Да, по-моему, это в любом селе половина села твоя родня, потому что все со всеми перетрахались. Как я понял из рассказа, брат Славя уехал служить под Пермь. Хуй знает где это, но хорошо. А потом там и остался, обзавёлся семьёй и теперь общается с родственниками исключительно письмами. Младшая сестрёнка Слави, которую пионерка очень любила, как и всех детей в целом, готовилась пойти в первый класс школы. Школа была недалеко от деревни, где жила Славина семья. А вот с высшим учебным заведением всё было куда плачевнее. Что и беспокоило девушку, не желавшую покидать любимые края. Ну, сорян, и шубродом в селе не построили вуз. В общем, хорошо живётся в деревне. Я привыкла к такой жизни и ничего не хочу менять. Но скоро мне придётся поступать в университет. Это означает переезд в город. Ну, знаешь, в городе не так плохо. Поначалу шум будет напрягать, конечно, и воздух там не такой чистый. Но всё это мелочи. Зато там все блага цивилизации есть. Поддерживая разговоры, я всячески пытался её поддержать и утешить. А только вот с каждым новым рассказом Слави убеждался, что её жизнь неправда была в разы лучше моей. У неё было счастливое детство. У нас... У нас в городе родственники живут, может, приюти от меня. А нет, поищу себе общежитие на первое время. Потом буду работать и снимать жильё. А на кого поступать будешь? Хочу быть учительницей, люблю детишек и учиться. Думаю, мне понравится вернуться в школу в новой роли. Уверен, из тебя выйдет отличный учитель. Это было правдой. Славя была отличницей. Она была активной и прилежной. В наше время её бы, конечно, зачморили тупые и развязные сверстники. Но в нынешнем мире, в нынешний период, девушка была эталоном школьницы. А её неравнодушие, доброта, креативность и интерес ко всему на свете были залогом успешности в выбранной ей профессии. К тому же, раз они с сестрёнкой и другой ребятню из деревни прекрасно ладили, девушка точно должна была найти общий язык с учениками. Я слишком углубился в свои мысли, поэтому резкий вскрик слави стал для меня внезапностью. Я вскинул голову, поняв, что она, наверное, ступилась на стремянки и уже было подумал, как бы её поймать. Но уже было поздно. Пионерка летела прямо на меня. Еблыйсь. Очнулся я уже на полу, чувствуя, как болит затылок, которым я приложился ноги в меньшей степени в грудь, на которую пришёлся самый мягкий удар. Да, именно так. Я послужил пионерке подушкой безопасности. Увидев слави прямо перед собой, я понял, что девушка не пострадала, просто очень напугана. Быстро моргая, девушка сидела прямо на мне, пытаясь понять, чё всё-таки произошло. Спустя несколько мгновений, шок отступил и до пионерки всё дошло. Я же за это время успел насладиться выражением полного изомления на её лице, которое было так близко. Ой, Сёма, прости, пожалуйста. Да ничего, это я виноват, зазевался и не поймал тебя. Ты как, не ушиблась? Нет, посадка была мягкой, благодаря тебе. Надеюсь, я тебе ничего не сломала. Я глупо улыбнулся, а на лице девушки тоже появилась виноватая улыбка. Если только хвост, на котором ты сейчас сидишь. Ты не сильно ударялся, надо бы в медпункт сходить. К слову, время внезапных удивительных фактов. Член в стоячем положении можно сломать. Ага, будьте осторожней. Я не ломал, конечно, тьфу-тьфу-тьфу, как минимум пока что. Но читал о таком. Говорят, это больно. Самое хуёвое потом, это держать себя в руках, так сказать. Моральных руках. И не дать члену вставать, потому что, блядь, он опять может травмироваться. Короче, тема хуёвая, не ломайте член. Не-а-а, кажется, всё в порядке. Бустро отозвался. Я не горя желанием возвращаться к похотливой медсестре в логово. Славя, наконец, решила подняться. Пожалуйста, прости, я не хотела. Нога вдруг соскользнула, и... По слове было видно, как она распереживалась. Мне нужно было успокоить её. Я только собирался снова заверить её, что всё в порядке, как вдруг... Она увидела предмет, валявшийся на полу. Предмет, выпавший из моего кармана Мои сигареты Это фиаско, братан Семён? Ты что, куришь? Лицо с ловимигом посерьёзнело Удивление в глазах сменилось на упрёк Я почувствовал себя последним ничтожеством Проклятье, ну почему мне так не везёт? Славя, погоди, я всё объясню Ничего тут объяснять, ты хоть представляешь, как это вредно? Девушка кинула меня взглядом полным презрения И даже отступила на полшага назад Она, с сожалению, вздохнула, посмотрев на сигареты на полу ещё раз Мне была непонятна её реакция Это в ней так боролись те тёплые воспоминания о наших совместных приключениях И начала помощницы пионерки Обязанной обо всём рассказывать вожатой Ну, курю я, курю, и что с того? Моё право, в конце концов Не выдержал я, заставив теперь саму Славя изумлённо вытаращиться на меня Ух уж эти не курящие, они готовы в гроб завести Хочу и буду курить! Если на то пошло, давай, расскажи всё Ольге Дмитриевне Мне поебать! Сейчас я понял, что, возможно, слегка перегнул палку После такого я бы не удивился, если бы Славя взяла стоявшее рядом ведро воды и окатила бы меня Ах, вот как? Ну уж нет Ольге Дмитриевне я ничего не скажу Ну и тебе здоровье портить не позволю Девушка быстро нагнулась и взяла сигареты После чего демонстративно двинулась к выходу Я хотел было остановить её, мол, там дождь идёт, но уже было поздно Пионерка исчезла и за ней захлопнулась дверь Я опустил взгляд и испытал острое желание пнуть ведро, чтобы вода разлилась по полу Но вовремя остановился Вздохнув и думая о том, что из-за произошедшего все мои отношения со Славей испорчены Я вылил воду в положенное место, стремянку убрал обратно в кладовку Хоть мы со Славей и не закончили уборку, продолжать её у меня не было никакого желания Опять грёбаный дождь Чё ж ты так, сука, громко? Я вышел под дождь За это время на улице потемнело И я прикинул... Прикинув, сколько мы со Славей занимались уборкой, понял Что день клонится к вечеру Теоретически, я мог бы дождаться уже, да но эти в столовую И с кем-либо видеться у меня не было никакого желания Впрочем, как и мокнуть здесь под дождём Я не стал бежать, зная, что сейчас в таком эмоционально подавленном состоянии Обязательно навернусь в какую-то лужу Поэтому я пошёл Проходя мимо домиков, я думал... Я думал! А думал я о том, почему моя жизнь так паршива И почему этот прекрасный день под конец так испортился Наверное, кто-то там сверху решил, что у меня всё слишком заебись И обрушил на меня новую порцию невзгод Мне дико хотелось курить Но после этого, как Славя забрала сигарету У меня не было физической возможности этого сделать Последняя надежда была Натальяна Но я догадывался, что того не будет дома, либо максимум Что он мне предложит? Таблетки, которые я даже видеть не хочу Я вспомнил о письме Забавно Тот, кто его писал, тоже упоминал таблетки Неужели в Савянке всегда были чёртовы наркоманы? Интересно, были ли тут всегда неудачники вроде меня? Или я такой один уникум? Впереди вырисовывался наш столиком дом В дождливую погоду я его ещё не видел И наше убежище показалось мне ещё более уютным Впрочем, наверное, не от того, что там сухо и тепло Потому что за этими дверями я могу закрыться И ещё забыть обо всём до завтрашнего дня Именно это я и решил сделать, войдя в дом Сбросив с себя мокрую одежду и вытерев волосы покрывалом Я плёхнулся в кровать Утукнувшись мордой в подушку Я понадеялся, что так задохнусь Ну, а если нет То усну побыстрее, забывая о сегодняшнем разочаровании В принципе, у меня было полно приятных воспоминаний Но все они отдавались болью в затылке и в ногах И мне вновь вспоминалось Чем всё в итоге закончилось Видимо, я был слишком сильно измотан после уборки Я недолго терзал себя мыслями о славе и чувством голода Вскоре мои мысли утихли, и я провалился в сон История одного неудачника, день шестой Я проснулся не с той ноги Что было неудивительно, учитывая, как закончился вчерашний день Я думал, после отдыха и сна Я проснусь немного по свежевшему и смогу придумать Как решить свои проблемы Но я ошибся Знаете, такие сны, в которых время тянется вечность И ты погрязаешь именно в тех моментах, которые тебя больше всего волнуют Вот мне снились какие-то бесконечно сменяющие друг друга сцены Которых славе отчитывает меня за мои вредные привычки И говорит, что было лучшего мнения обо мне В памяти особо чётко отпечатался фрагмент сна В котором она отобрала у меня сигареты и побежала прочь, не желая их отдавать Я ринулся за ней, стремясь во что бы то ни стало вернуть свою Но в беге, даже в моём сне, девушка была куда лучше меня И я запоздал и прибежал на площадь, где она с неприсущей ей злорадностью Мяла и крошила мои сигареты прямо на землю Когда я прибежал и застал её за этим занятием У меня сердце чуть не остановилось Затем девушка взяла метлу и уже не обращая на меня никакого внимания Начала подметать площадь, ликвидируя следы моего униженного имущества Я перевернулся на другой бокс, стараясь забыть этот дурацкий сон И увидел толика, у которого было особо хорошее настроение Привет, Семён, вставай скорее, на завтрак опоздаем Обратился он ко мне, улыбнувшись Я не разделял его оптимистичного настроя и сел, пробурчав невнятное приветствие Соля, ну тебя не будет закурить? С надеждой спросил я Наверняка сигаретами мой сосед не располагал Но вот таблетки у него скорее всего были Сейчас я был согласен даже на такое Курить здоровье вредит Извини, Семён, я больше не курю И таблетки не употребляю Удивил меня пионер Это было как удар в самое сердце Но от чего-то на лице от Алина сияла счастливая улыбка А глаза его блестели У него чё, с Люськой всё сложилось? Что? Не употребляешь? Кто тебе мозги промыл? Неужто Славя узнав, что я курю, провела воспитательную беседу с моим сожителем? Моя девушка А как я угадал-то? Я изумлённо уставился на пионера Я как-то не знал, что у него есть пара Да и как вообще у такого, как он, может быть девушка? Ты Люську-то видел? И давно она у тебя есть? С вчерашнего дня? Общались с ней уже долгое время И только вчера поняли, что нам суждено быть вместе Она замечательная Такая добрая, порядочная и весёлая Как хорошо, что мы признались друг другу Нужно было давно ей признаться В общем, она попросила меня больше не делать глупости И я согласился Теперь у нас всё будет хорошо Меня охватила паника Слова моего друга не на шутку встревожили моё воображение По описанию, девушка Толена Точь в точь совпадала со Славей Неужели, разочаровавшись во мне, Славя переключилась на него? И неужели, согласившись с её условиями Он настолько вырос в её глазах Что они стали парнем и девушкой? Или всё это назло мне? Толен, дружище А кто твоя девушка? Выдавил я, чувствуя, как в груди сжимается сердце Я чувствовал, что если он назовёт мне то самое имя, это меня сломает Ты её прекрасно знаешь, Семён Ну ладно, я пошёл к ней Она обещала занять мне место Догоняй, сможем сесть втроём Отозвался Толик, не дав конкретного ответа И только усилив мои подозрения После чего направился к двери Я не успел ничего сказать, и он исчез Я услышал за дверью бодрый топот его коротеньких ножек по ступеням Крыльца Я лёг обратно, посмотрев в потолок и размышляя над тем открытием Что у Толика появилась девушка Меня мучил вопрос Неужели это действительно Славя? Мои воспоминания убедили меня в том, что у Толика с порядочной пионеркой Правда были отношения Достаточно вспомнить только наши с ней первую встречу Когда на площади в мой самый первый день в лагере Она вся светилась от счастья Мне казалось, она улыбалась мне А на самом деле, кому? Ему? Так А что она сказала Толику, когда он привёл меня и представил ей? Ты же мой самый лучший помощник Я задумался, попытавшись припомнить ещё случаи, когда Толик общался со Славей В памяти всплыл смутный сюжет из времени, когда я был одурманен действием принятых таблеток О свойствах которых я тогда не знал Тогда столовая была окрашена в розовые тона неимоверно мощного прихода А те, кого я видел, становились кривыми, как рисунки самого рукожопого художника А вдобавок к этому изъяснялись малограмотным и едва понятным мне языком Мы с Толиком наткнулись на Алису и Ульяну, которые обвинили Толика в подглядывании Но на помощь тут же пришла Славя, сообщившая, что у моего товарища в тот день Есть железное алиби и она за него вручается Толик ничего подобного не делал После линейки он нашёл меня и помог мне посудить цветы Через пять минут после туготкок ты мне сказала, что идёшь в буню Митца Он не маг этого сделать, он бил со мной Пока я только убедил себя в том, что Славя самая подходящая По описанию особо на роль внезапно появившейся девушки моего соседа А вот так это или нет, узнаем уже, вероятно, в следующий раз Ну а сегодня будем заканчивать Всем спасибо за просмотр И всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok